Всем привет! Говорит и показывает Анна Брагинская. Эта серия обучающих видео создана специально для проекта Бисерный Лебез при поддержке компании Свестразы, официального дистрибьютора Сваровски в России. Наша цель помочь вам использовать камни и кристаллы Сваровски в бисерных украшениях. И сейчас мы рассмотрим оплетение круглых камней, риволей и шатонов в форме треугольника. Как уже видно на небольшом рисунке, который я подготовила, оплетение камня абсолютно условное. То есть мы его не столько оплетаем, сколько фиксируем в некоторых точках, создаем треугольную коробочку и помещаем туда камень. И основная проблема, какое число для наборного ряда лучше подобрать. Давайте рассмотрим примеры на нескольких размерах. Кто сегодня главные герои? Риволи 18 мм, 16, 14, 12, Риволи СС-47 это размер от 10,5 до 11 мм. И крошка шатон 8 мм. Начнем работу с шатона 8 мм. Как вы помните, по первому видеосерии у нас есть два варианта оплетения. Это 22 делики в окружности и 24. 22 делики на 3 не делятся при всем желании. А 24, да, но у нас получается четное число. То есть, каждая сторона у нас будет по 7 делик и плюс 1 делика на углу. Еще я напоминаю, что 24 это было число немножко избыточное. Поэтому я хочу 8 бисерину на каждой стороне заменить на круглую 15. Давайте попробуем. Нанизываю первую делику. Делаю из нее фиксатор. И добираю еще 6, чтобы было 7 делик. И как 8 бисерину ставлю круглую 15. Повторяем такой набор еще 2 раза. Вот у нас 24 бисерины в круглую. И я замыкаю в кольцо. Начинаю делать следующий ряд плетения. И над круглой 15 я ставлю. Делаю пару делик. Для формирования угла треугольника. Продолжаем работу по кругу. У нас получился вот такой треугольник. Проверяем, что этого достаточно для фиксации камня с лицевой стороны. И теперь смотрим, что происходит с обратной. Увеличивать дальше треугольник нет смысла. Можно уже перейти на разворот и уменьшение. Выходим на внешнюю сторону треугольника. И продолжаем работу. В углах мы больше не увеличиваем. Переходим к уменьшению. Для этого мы ставим там одну делику. Ряд завершен. И теперь наша фигура выглядит вот так. Мы можем уже уменьшать. Но в данном случае наше уменьшение происходит за счет сведения делик в углах. Этих делик у нас еще нет. Поэтому нам нужно сделать дополнительный ряд. Как он выглядит? По сторонам треугольника мы ставим делики без прибавления. Подтягивайте нить. Ваше плетение должно начать заворачиваться тарелочкой. Когда подходим к углу, тоже ничего не меняем. Ставим одну делику до угла. И одну после. Подтягиваем. И так работаем по кругу. Если вы все сделали правильно, то у вас получилась тарелочка. Которую мы сейчас будем сужать с помощью приемов убавления в мазачном плетении. Снова меняю цвет. Напоминаю, что на сторонах треугольника я не делаю ничего, а сужение провожу. Только в уголках. Провожу иголку в две делики. Пододвигаю пальцем. Подтягиваю нить. Когда утягиваем последний угол, я советую поставить уже внутри камень. и закрываю петель. Оплетение вместе с ним внутри. Закончили ряд. Поднялись наверх. Дальше. В зависимости от вашего желания вы можете продолжить убавление и довести его до максимума. Пока вы полностью не сведете делики, не закройте камень. Ставить ли здесь с обратной стороны круглый пятнадцатый так же, как я ставила на лицевой, решайте вы. В принципе, сзади. Необходимости в этом нет. Почему я не выбрала изначально число 21? Почему поставила пятнадцатый по углам? Я не хотела слишком сильно закрывать камень. Небольшой отрезок, который дала мне круглая пятнадцатая, достаточно было, чтобы и камень не выпал, и мы видели его во всей красе. Вот так. Разрешен на максимуме. То, что у нас получилось сзади, это, грубо говоря, дает представление о том, как село бы оплетение на 21 делику. Вы видите, что введение острых углов сразу на такое количество оно сильно бы уменьшило камень. Если сравнить ту часть, которая видна здесь и здесь, то можно ощутить разницу. Закрываем нить. Первый образец готов. Следующий камень, с которым мы будем работать, это SS47, диаметр 11 мм. Количество делек, которое необходимо для его оплетения, это 28. Мы начнем работать с 27. Если вы помните таблицу умножения, 9 на 3, это 27. В этот раз я беру число чуть меньше, чем необходимое для обхвата. Ставлю фиксатор. и донизываю необходимое количество бисерин. Вот у нас есть 27 делек. Замыкаю их в кольцо и сразу же ставлю первую пару для расширения создания угла. Как вы помните, для создания треугольника нам нужно каждый раз ставить пары по углам фигуры. Дальше. На каждую сторону треугольника у меня приходится 9 делек. Это значит, что я ставлю 4 высоких. Первая у меня здесь. Над второй я ставлю первую зеленую. Захожу в третью. На четвертой я ставлю следующую делеку. Захожу в пятую. Над шестой становится новая делека. Захожу в седьмую. То же самое с восьмой и девятой. Вот восьмая у меня осталась внизу. И в девятую я захожу. Снова ставлю угол. Когда я ставлю угол, я не пропускаю внизу бисерину, я захожу сразу в следующую. Как вы видите, камень закрыт больше. Кроме всего прочего, мне надо продолжить увеличение по кругу. Потому что сейчас если я начну делать ряды подготовки к уменьшению, так же, как было в предыдущем треугольнике, то я потеряю форму фигуры. Мой риволи начнет распирать треугольник и получится такой немножко пузательный образец. Поэтому продолжаю работу. продолжаю вводить пары в углах, а на сторонах ставлю делики, так как это принято в мазачном плетении. новый ряд делик выходит за границы риволи по всему периметру треугольника. И теперь если я начну подготовку к уменьшению ввиду те два ряда, что мы делали при переходе на вторую сторону в предыдущем треугольнике, то мои делики встанут в аккуратную тарелочку и не будут мешать камню. теперь в уголки я ставлю одну делику и продолжаю работу дальше по ряду. Я закончила два дополнительных ряда и уже перешла к тому ряду, где можно провести уменьшение. Как видите, мой камень прекрасно помещается в этом треугольнике и даже если я сейчас начну сводить пары в углах, то загнувшиеся стороны не помешают камням. камня. тарелку мальчик тарелку 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 Когда подходим к углу, то заходим в следующую делику не заходя в угловую. Сводим их как можно ближе и продолжаем плетение. Сейчас ставить камень внутрь не обязательно. Мы вводили несколько рядов прибавления. Поэтому как только вы почувствуете, что убавление сделано достаточно и ваш камень может уже и не поместиться в оставшиеся отверстия, в оставшийся треугольник, то вставляете его и закрываете вместе с камнем. Как видите, наш камень полностью зафиксирован внутри треугольника. Он закрыт чуть больше, чем это было в шатоне, потому что мы взяли меньшее количество бисерин, чем необходимо для обхвата камня. Теперь можно закрывать нитки и браться за следующий образец. Дальше на очереди у нас камень 12 миллиметров в диаметре. Для его оплетения необходимо 32 делики в обхвате. Поэтому для треугольника я возьму 33 и он должен быть чуть больше открыт, чем предыдущий. Вот наши 33 делики. Замыкаем их в кольцо. Набираем пару другого цвета и я формирую угол сразу. Для каждой стороны треугольника у нас выделено 11 делек. Это говорит о том, что будет 5 высоких делек на каждой стороне. То есть вы ставите 5 бисерин и потом вводите угол. Закончила ряд и поднялась в первую бисерину пары. Пока не понятно, деталь мягкая, насколько она зафиксирует мой камень с лицевой стороны. Что совершенно точно ясно, что необходимо сделать еще один ряд с прибавлением в углу. Начинаем новый ряд. Поправляйте ваши пары для того, чтобы бисерины ложились хорошо и фигура была ровной. И подтягивайте нить. В этом оплетении крайне важно, чтобы фигура была жесткая и ровная. С помощью нового ряда наш треугольник также приобрел дополнительную жесткость. И теперь понятно, что он зафиксирует риволи без вопросов. Переходим к рядам уменьшения. Я нахожусь в уголке и ставлю одну делику вместо двух. Проводим уменьшения так же, как и раньше. Ничего нового здесь нет. Стягиваем две делики. После этого ряда я сделаю еще один. И в конце плетения поставлю риволи внутрь. И с уже находящимся внутри камнем сделаю еще ряд оплетения. Все будет точно так же, как и в этом треугольнике, но другое количество бисерин по сторонам. Я закончила работу с риволи 12 мм. Чем это оплетение отличается от предыдущих? Оно чуть-чуть больше, чем было необходимо. То есть изначальное число на одну бисерину было больше. И хотя риволи внутри сидит хорошо, то есть он соприкасается со сторонами треугольника. Он не двигается внутри. Все-таки я посчитала необходимым немножко подпереть его дополнительным рядом делик. Переходим к большему размеру. Это 14 мм. Для его оплетения используем 36 делик. Число делится на 3, но мы получаем четное число 12. И я хочу попробовать не такой вот прием, когда мы доставляли вместо четной бисерины 15 номер. А я все-таки взяла делики. И решила сделать увеличение именно над деликой. Они над круглым 15. Как видите, форма чуть-чуть изменилась. Угол не настолько острый. Но это все еще фиксирует мой камень. Я продолжу работу. Как минимум, мне необходим один ряд. Для того, чтобы начать переход на уменьшение. Сделаю его, а потом посмотрю. Проверяем, достаточно ли одного ряда прибавления для того, чтобы обхватить наш камень, перейти на вторую сторону. Явно еще нет. Значит, вводим еще один. И проверяем снова. После нового ряда, внешние делики выходят за риволи по всему периметру. И можно переходить к уменьшению. Дерека в углу меняет нашу скорость прибавления. Чуть-чуть ее замедляет. Поэтому оплетение на лицевой стороне стало чуть-чуть выпуклым. И по этой же причине сзади я ввела дополнительный ряд убавления для того, чтобы подтолкнуть риволи к лицевой части, чтобы он не двигался. Закончили работу с 14 миллиметрами. Переходим к 16. Здесь количество делек, необходимое для обхвата. Камня 40. То есть число, которое мы будем использовать для первого ряда наборного, это 39 делек. И у нас получится примерно такой же эффект, как и в 11 миллиметрах. Потому что общее число чуть-чуть меньше, и мы захватим чуть больше камня. Как я говорила раньше, когда мы используем количество меньшее, чем необходимо для обхвата камня, то у нас получается фигура, которая перекрывает его чуть больше. Это то, что мы сейчас имеем. У нас треугольник с 13 делеками на каждой стороне. Напоминаю, что это дает нам 6 высоких делек. Совершенно точно нам понадобится еще два ряда прибавления. И потом можем еще раз проверить, достаточно ли это для перехода на убавление. Всего сделано три ряда прибавления после наборного. И теперь делеки выходят за границу риболи по всему периметру треугольника. Можно переходить на подготовку к уменьшению. Риболи 16 миллиметров оплетен в форме треугольника. Как видите, он симметричный и с лицевой стороны, и с изнаночной, с обратной. Ну и заодно можно пронаблюдать эффект отражения бисера. Внутри кристалла начинает менять свой цвет. В зависимости от того, какой бисер его окружает. Я перехожу к следующему риболи 18 миллиметров. И для его оплетения обычно я использую 44 делики в обхвате. Поэтому ближайшее число 45 делик делится на три части. Получаем нечетное количество 15 делик на каждую сторону. Продолжаем работать точно так же, как со всеми предыдущими образцами. Риболи 18 миллиметров крупнее, чем все предыдущие камни. Мне понадобилось 4 ряда прибавления в углах для того, чтобы создать треугольник, который выйдет за размеры камня. И теперь я могу начать подготовку к убавлению и закрыть камень со второй стороны. Закончили оплетать риболи. Как я говорила, оно чуть больше, понадобилось больше рядов. Окончание у нас идентично началу. То есть все симметрично обе стороны. Если говорить об оплетении в форме треугольника, на что вам нужно обратить внимание. Количество бисерин, которое понадобится для наборного ряда, примерно равно количеству бисерин, которое обхватывает камень. Но вам нужно разделить его на 3 и получить нечетное число. И это нечетное число пойдет на каждую из сторон. Если у вас все-таки получилось четное число, вы можете эту бисерину заменить либо на 15-й круглый, либо на делику. 15-й круглый практически не меняет форму треугольника. Делика чуть-чуть приподнимает оплетение. И тогда нужно вводить сзади дополнительные ряды для фиксации камня. Я надеюсь, что вам было интересно и желаю удачи в творчестве. Пока!